В акватории Иртыша шумно. Моторы перед стартом тестируют участники традиционного турнира по водномоторному спорту в памяти героя социалистического труда Ивана Буженицы. Старт общий. Эти соревнования скоростные. Спортсменам нужно делать круг среди буев обязательно левыми поворотами. Нужно победить из трех гонок в двух хотя бы, чтобы быть первым. То есть одна гонка худшая откидывается из трех. А впереди у участников еще, кроме этого старта, еще два старта. В каждом классе. За награды турнира в этом году конкурирует 30 спортсменов. Особое внимание вот этому молодому гонщику. Несмотря на юный возраст, Никита Шалыгин здесь самый титулованный. Парень – трехкратный призер первенства мира 2016 года. Этот турнир не считает проходным. Оттачивает и здесь мастерство. Можно иногда за счет скорости и за счет поворотов. Я выехал второй сейчас и потом обогнал его на повороте, когда он заглох. Более четырех часов ушло у спортсменов на то, чтобы выявить лидеров в трех классах. Так, в личном зачете победителями среди юношей стали Станислав Тюркин, Никита Шалыгин и Артем Бадамшин. В классе мотолодок у взрослых победили Андрей Рощупкин и Юрий Толокнов. А в классе глиссеров первые места заняли Александр Смердин, Константин Навродский и иркутянин Алексей Чичулин. В командном зачете победу праздновала дружина детско-юношеской технической школы ДСАФ. Сейчас у гонщиков как раз разгар сезона. Только на территории Омской области будет еще четыре старта. А в середине августа наши сильнейшие спортсмены поедут в Свердловск на чемпионат России по водно-моторному спорту. В конце месяца в Казани пройдет Кубок России, где также ждут омских спортсменов. Продолжение следует...